Вадима Вадима Всем привет! Мне немножко стремно выступать после Вадима, потому что я нифига не научился работать с разными видами контента. У меня будет простая презентация, ничего не взорвется, никто не утонет. Немножко о себе. Кто я такой? Меня зовут Сергей Константинов. В Яндексе я с 2008 года занимаюсь разработкой API-карт. Но здесь я буду говорить скорее как представитель другой организации. С июля прошлого года я состою в так называемой технической архитектурной группе V3C. V3C Tag. И вот я немножко расскажу про стандарты. А для этого сначала небольшой экскурс. Как вообще развивались веб-стандарты? Вот в 90-е годы это выглядело примерно так. Слабоумие и отвага. Netscape и Microsoft что-то там фигачат, сразу выкатывают. Ни с кем не советуюсь. Потом это всем надоело. Netscape вообще помер. Сменилось как-то на вот так. Ничего не происходило. Ну, может лет 5-6, середина 2000-х. Полная тишина. А сейчас, в конце 2000-х, в начале 2010-х, снова наблюдаем примерно то же слабое. Слава тебе, Господи, хотя бы через V3C. Но у нас опять гигантское количество всяких новых стандартов выходит там чуть ли не каждый день. Я подписан на рассылку новостей. Короче, реально чуть ли не каждый день. Я не могу рассказать, конечно же, про все эти новые стандарты. Да и это, честно говоря, не очень интересно. Я расскажу об одном тренде, который, кажется, позволяет как-то суммировать, что вообще происходит. Три года назад группа, ну, в общем, не последних людей в мире веб-разработки подписала так называемое Extensible Web Manifesto. Манифест расширяемого веба. И вот два из четырех пунктов этого манифеста были про то, что хватит выкидывать очередные новые крутые API куда-нибудь в Windows и тому подобное. Хватит, остановитесь. Начинайте писать API, которые будут объяснять самые базовые простые вещи платформы. Low level. А разработчики уже сами себе как-нибудь напишут фреймворков. Не надо вот за них разрабатывать все новые, новый вот этот рост, который только экстенсивный, а не интенсивный. И вот за три года кое-что в этом направлении сделано. Действительно, есть новые API, которые можно отнести вот в эту категорию. Я немножко про них расскажу. Не про все, но про то, что кажется интересным мне. Начнем с того, что уже в каком-то виде готово, можно пощупать. Готов веб-крипто. Это очень крутая штука. В платформу, в JavaScript протащили примитивы для работы с криптографией. Это и шифрование, и генераторы случайных последовательностей, и подписи и тому подобное. Самое главное, что они протащили использование системного хранилища сертификатов. То есть теперь впервые в веб-платформе можно реально делать нативными способами двухакторной аутентификации, можно делать подписывание запросов, тому подобное, без всех этих Java, Flash, плагинов и вот этого всего мракобесия. Возможности тьма. Вот это из официальной спецификации, чего они предлагают поддержать. Очень много всякого, всевозможных криптографических примитивов. Главное, это уже почти работает. Практически везде. Ну, серьезно. Между написанием этого слайда, кажется, уже зарелизили следующий Firefox. И оно работает даже в E11, хотя в каком-то ограниченном наборе. Но, тем не менее, практически во всех мажорных браузерах уже есть или появится там в ближайшую пару месяцев. Очень круто. Начинайте использовать. Следующий момент. Это анимация в вебе. До сих пор у нас было несколько странных, порой очень неудобных инструментов. Как-то CSS анимации, транзишены. Кто работал, это о! В SVG была какая-то анимация. В общем, был зоопарк, с которым неудобно было работать из JavaScript. Теперь появилась спецификация Web Animations, которая все вот это сводит в один низкоуровневый фреймворк, который позволяет описать вот тот зоопарк и еще кучу всякого. Я вот привел самый базовый синтаксис. Как видите, это теперь красиво, понятно и вообще удобно. С имплементациями все похуже. Есть драфт спецификации, работают над ними в блинке и, кажется, даже уже выпустили какое-то ограниченное подмножство документации. Но вроде как все работают, следите за анонсами, относительно скоро появится. Третья большая штука. Это сервис воркер. Что это такое? Это какой-то скрипт, который веб-приложение может установить в браузер. То есть этот скрипт будет жить в юзер-агенте, даже если само приложение закрыто, даже если закрыты все вкладки и тому подобное. Это очередной такой подход к оффлайн, к устанавливаемым веб-приложениям. Что эта штука умеет делать? Ну, очевидно, она умеет работать оффлайн, она умеет работать с кэшами, она умеет отвечать на запросы, которые приложение делает куда-то там в интернет. К ней уже прикручивают функциональность приема пуш-приложений, то есть ваше веб-приложение сможет принимать пуш, даже если оно вообще закрыто у пользователя, то есть ни одной вкладки с ним нет. Есть планы по использованию его для какой-то фоновой геолокации. Вообще практически все можно попытаться вкрутить веб-воркеры, в север-эсворкеры оно станет лучше. С имплементациями правда похуже. Я знаю, что над ним активно работает, ну в частности работает хром. Они правда обещали уже осенью выпустить, не выпустили. Но вроде можно ждать. Я надеюсь, в следующем году мы будем осчастливлены такой крутейшей штукой. Это вот о том, что происходит, происходило за эти три года. Давайте немножко поговорим, над чем мы работаем прямо сейчас и что мы пытаемся сделать с веб-платформой, чтобы она стала лучше и удобнее для всех нас. Очевидная вещь, которая сейчас в вебе представлена очень плохо, это рендеринг. Ну то есть вот есть дерево дом, дальше мы знаем, что из него каким-то образом получается дерево рендеринга, а дальше оно все проваливается в какую-то черную дыру, в которой происходит фиг пойми какая магия, а потом браузер показывает картинку. Мы пытаемся все это побороть. Вот пока получился один маленький шажочек, это интерфейс getQuadBoxes. Он часть спецификации CSS. Что это такое? Это возможность узнать, какое реально положение на странице занимает элемент. Включая трансформы, и это не обычные прямоугольники, а именно набор четырехугольников, который займет элемент на странице. То есть если это спан, в котором текст перенесен, вам вернется набор четырехугольников, повернутый, сдвинутый в зависимости от трансформы, вы можете понять, где оно все реально отрендерилось. Причем там же есть возможность посчитать относительно другого элемента, как это все выглядит. Это полезный шажок, но, конечно, очень маленький. Мы пытаемся работать над этим дальше, попробовать через JavaScript выразить все то, что сейчас выразить нельзя. Самая большая проблема, это, конечно, CSS, который вообще никак не дружит с JavaScript. И самое обидное, что все новые штуки в CSS, ну там CSS variables, например, в JavaScript вообще никак не представлены. Очень все плохо с рендерингом шрифта и текста. Фактически, пока вы текст не отрендерили, вы не можете узнать, как он будет расположен, как он перенесется по строкам, как он перенесется по словам, что произойдет, если там есть RTL направление или LTR направление, тому подобное. Вот мы пытаемся придумать, как это все застандартизировать и убедить браузеры такое API поддержать. То же самое, большая проблема, это системные элементы, то есть то, что рендерится средствами системы, всевозможные инпуты, главное скроллы. Тоже большая черная дыра. Мы тоже очень сильно работаем, чтобы все эти системные элементы, ну хотя бы к ним было какое-то API. Я уж не говорю, чтобы с ним можно было полноценно работать из JavaScript, но по крайней мере, чтобы это не выглядел какой-то чертовой магией, когда у тебя или системный скролл, вот как он есть, или ты пишешь свой полностью кастомный скролл. То же самое с редактированием контентов, в котором сейчас все очень плохо, ну вообще совсем плохо. Следующий момент, который мы пытаемся унифицировать, это работа с разнообразными сенсорами. До сих пор в вебе это все происходит по принципу, а давайте запилим геолокацию, ok, window, geolocation, а давайте запилим orientation, ok, window, orientation и тому подобное. Мы пытаемся, чтобы это перестало превращаться в сборище какого-то хлама window, а window уже не модно в навигаторе и в скрине. Вот есть пара предположений, над которыми мы работаем, которые пока очень далеки от реальности, но в общем мы работаем над этим. И наконец четвертая большая тема, которую мы очень активно обсуждаем, это разрешение. Вот сейчас с разрешениями сложилась вообще какая-то байда. Довольно легко превратить свой сайт вот в такое сборище серых полосочек, спрашивающих у пользователя миллион разрешений. Понятно, что это еще и не масштабируемое решение с появлением там какого-нибудь блютуса или еще чего-нибудь, этих полосочек будет больше, больше и больше. И явно напрашивается какой-то менеджмент для всей этой странной вещи, но и делать это как сделано там в мобильных или в экстеншенах для браузера мы тоже не хотим. Я вот сегодня установил приложение Twitter, там было два экрана каких-то разрешений. И причем у тебя ровно два варианта. Или ты соглашаешься вот с этими двумя экранами разрешений, которые хочет себе Twitter, или у тебя нет Twitter. Вот мы пытаемся придумать это так, чтобы приложение тебя спрашивало вот в тот конкретный момент. Вот ты хочешь твитнуть, я здесь на Яке. Значит, вот оно будет тебе говорить. Окей, для этого мне нужен там доступ к геолокации и доступ к отправке сообщений. Да, нет. А не так, что или ты согласился с двумя страницами PS, или все. Небольшое саммари, так сказать, где мы сейчас. Есть ряд спецификаций, которые, в общем, очень хороши, которые нас реально приближают в будущее. Это вот помимо того, что я рассказал, еще какие-то, я не могу рассказать про все, честное слово, их очень много. Ну, то есть есть, например, прекрасная спецификация fetch, которая обобщает все те 100-500 миллионов способов загрузить что-нибудь с веб-страницы, ну там, граунтов, CSS, еще как-нибудь. Вот написали ребята спеку, которая предоставляет low-level API. То же самое с URL и тому подобное. Есть определенный прогресс по каким-то другим спецификациям. Они более или менее укладываются в парадигму, но мы работаем над ними. И есть вот гигантское поле для работы, про которое я чуть-чуть рассказывал, и с которым пока, честно говоря, не очень понятно, куда дальше идти. Но когда-нибудь мир станет лучше. Ура, шеньки, ура! Спасибо, Сереж. У нас есть еще три минуты, и у меня вопрос такой, что там про веб-компонент. Спасибо тебе, что ты задал этот вопрос, потому что у меня есть секретный слайд. Веб-компонент, это, конечно, вместе с Shadow DOM и связанными спецификациями, очень крутая тема, которая на слуху у всех последний год-два. Но я про нее не рассказывал. Почему? Потому что изначально там было два интента. Первое, это давайте дадим людям разрабатывать, значит, компоненты, ну, компоненты, что-то такое целостное, что они смогут потом вставить. И второй интент. Ну, мы же все знаем, что вот браузер, он так и построен, что на самом деле аудио, это не единый какой-то кусок кода, а там внутри какая-то разметка на самом деле. И вот давайте мы это, значит, покажем. Вот с первой частью получилось ок. Со второй частью получилось не ок. Потому что с помощью веб-компонентов написать там свой элемент аудио или свой элемент input или еще чего-нибудь нельзя. Потому что вот этот Shadow DOM, это отдельный документ-фрагмент. Соответственно, если у вас там находится input, то внешняя форма его не видит. Если у вас там написан tab-индекс, он не сработает. Если у вас написаны какие-то настройки accessibility для внешнего документа, они не применятся и тому подобное. Поэтому вот с точки зрения пользователей, это ок-спецификация. С точки зрения Extensible Web нет ни ок, и на самом деле своей цели в этом месте они не достигли. Как это ни жаль признавать. Но пользоваться ей, конечно, можно, и делать на ней крутые штуки тоже, конечно, можно. Вот. Спасибо. Спасибо.